На 112-м километре Тюменского тракта в окрестностях Богдановича в седьмом часу вечера, то есть еще сильно засветло, приключился неравный бой между в целом равными болидами. А неравность этого автосаития заключалась в том, что на одной чашке весов была семья с тремя детьми, а на другой 21-летний малоопытный гонщик-раздолбай, только в этом году привлекавшийся 11 раз за нарушение ПДД. Декорация такая. Семья, 45-летний папка, 41-летняя мама, 9-летняя дочка и два сынульки-роднульки, 7 и 2 лет от роду, отдыхала на даче в селе Волковском, что в Богдановичских краях, и ближе к вечеру поехала к себе домой в Сухой Лог, на японском подорожнике Хонда Интегра. Двухлетний малышоныш был в детском удерживающем устройстве, все остальные члены большой многонетной семьи были обременены. Люди ехали домой, с огорода, соблюдали правила, ничто не предвещало, как казалось, но всегда в жизни есть место неожиданности. На встречу Интегре из Екатеринбурга в Тюмень катилась Двенашка, пилотируемая 21-летним юнцом со стажем руления всего-то 9 месяцев. Ну, то есть права пацан получил вскоре после Нового года. И за прошедшие 9 месяцев он 11 раз попадался гаишником за нарушение ПДД. Это говорит о том, что он либо так и не выучил правила и не научился ездить, либо он патентованный лихач с миниатюрным стажем руления. Под Богдановичем гонщик на Двенахе пошел на обгон, выскочил навстречу и нос в нос вонзился в интегрированную Хонду с многодетной семьей. 18 часов 30 минут на 112-м километре Екатеринбург, Тюмень. Водитель ВАЗ-2112 при маневре обгон допустил столкновение с автомобилем Хонда. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 6 человек. Трое из них несовершеннолетние. В лобовом таране пострадали все 6 участников замеса. Виновнику стычки, юному двенашечнику, медики надиагностировали перелом поясничного отдела позвоночника, закрытую ЧМТ и отправили его на карете в Богдановичскую ЦРБ. Водитель-родитель в Хонде получил перелом плюсневой косточки, затаившейся в стопе, и ушиб груди. Его жена при внезапном ударе сломала ребра. Двухлетнему малышонушу врачи диагностировали перелом бедра. Его 7-летнему брату сотрясение детского мозга, ну а их старшей 9-летней сестренке тупую травму живота. Ну, в общем, увечья не критичные, хорошо, что все были обременены. Государственная инспекция безопасности дорожного движения напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята, вместе мы выстоим.